Чувство грусти. Очень часто мы испытываем грусть, и иногда это не вообще не депрессия, это просто грусть. Вот когда ваша действительно история, связанная с тревожностью, повышается, вы можете использовать грусть. Использовать и испытывать. Действительно, это то, что постоянно-постоянно происходит с нами. Иногда у нас в организме есть какие-то изменения, иногда мы чувствуем какие-то стрессовые моменты, иногда мы раздражаемся от чего-то, иногда мы чувствуем, что абсолютно-абсолютно нам от чего-то дискомфортно, иногда мы чувствуем, что грусть появляется просто от тех или иных событий. И когда грустить нормально, а когда аномально, мы поговорим с тобой в этом видео. Напоминаю, что грусть это проявление очень часто истории, которая влияет на многие-многие процессы. Что делать, когда начинаешь грустить? Не нужно первое этого избегать. Печаль бывает сладкой, приятной, когда самого себе как бы немножечко жалко и не хочется переставать хандрить. И в этом как бы опасности вроде бы и нет. Но как помочь близкому, который постоянно печалится? Взбодрить, развеселить, убедить в чем-то. Потому что печаль это не каприз, от которого можно действительно как-то отвлечься. Это понимание того, что для нас важно. И если вы видите, что ваш близкий человек в печали, не нужно на него как-то наскакивать, просто потихоньку, без суеты. Важно начать разговаривать. И другой момент. Часто интересная штука или дело помогает не завязать какую-то такую историю совместную, а заняться чем-то другим и переключить внимание. Почему становится грустно осенью, весной? Как победить сезонную хандру? Это другие истории. Здесь в большинстве случаев мы называем это осенне-весенней депрессией. И здесь я считаю важно как можно больше бывать на свежем воздухе, в парках, в лесу. Ограничить время, которое вы проводите у телевизора, в интернете. Подключить источник витамина D, не забывать про физактивность и правильное питание. Я считаю, что заняться творчеством тоже можно. Но когда тебе уже нужно к врачу, когда ты понимаешь, что стресс очень-очень длительный, когда ты постоянно это ощущаешь, когда тебя это поглощает, когда тебе мешает это справляться с обычными повседневными делами. И здесь нужен конкретно психотерапевт. Другой момент. Грусть это то, что может зависеть от твоего витаминного, минерального статуса и также от того, что ты просто устал. Ты не машина постоянно все распознавать и все совсем справляться. Иногда тебе реально тяжело. И это может перевести тебя в тяжелую депрессию. Для того, чтобы из этого выйти, я назвала все базовые механизмы, которые нужно включить в свою жизнь, чтобы выйти из этого идиотского состояния, которое называется грусть. Еще один момент, связанный с грустью, очень часто это навык капсулирования себя в каком-то чувстве. Если ты чувствуешь, что действительно тебе очень долго грустно, то постарайся, постарайся работать со своим стрессом и действительно работать с восстановлением. И грусть может быть еще и от безделья, когда ты не растешь в той области, в которой ты можешь стать гигантом-специалистом. Поэтому пиши вопросы под этим роликом. Я вижу все ваши моменты. Я постепенно отвечаю на вопросы и даю вам обратную связь. Рада вам всем. Пишите. С вами я, Алена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok